привет youtube пора покататься вы просили елену премудрую еще раз в кадр машине раз но я как ваш джин могу только одно сказать слушаю и повинуюсь поедем к ней она нас пригласила свою столовую настоящая столовка и сам повар будет нам готовить специально для нас тобой ты понимаешь что происходит вообще мы поедем к ней столовую она сама нас повезет это впервые когда я не отказался от помощи человека как бы я не люблю пользоваться людьми и мне очень совестно особенно как владимир климов трижды скинул донат и это просто это мне очень неловко стало ты тоже поездами она нам приплод принесла ее кто-то подрал кто-то ее успел укусить котят кому надо ну-ка быстро разобрали котят нахрен сидите там охренели что ли я что один должен тащить все это каналы котят нахрен 4 котенка но одного ирина прекрасная премудрая заберет рыжика никуда она точно она уже притягнулась у меня в безопасности я поеду говорит с вами сейчас короче поедем елена премудрая сама нас увезет выгрузит завезет на корме сама приготовить для нас и всю весь процесс готовки будем снимать говорит второй этаж будем на второй этаж подыматься еще и второй этаж и этого не знал ты просто забыл плохо когда не знаешь да еще и забудь короче что это блин это нахрен в она меня замарала всего уже ждем карета нам карету сейчас приедет вон он один вот этого рыжика елена премудрая заберет уже забронирован короче говоря я и хотел чтобы она его забрала вот именно за его судьбой за его ростом хочу наблюдать как он будет расти и прочее пути какие 5 провожает провожайте встречаются рим а вот ребятки елена премудрая наша карета мне не туда что-то совсем припарковалась так она хочет сразу это задом подъехать только на месте заболевать не задают тебе какую сторону тебе же эту сторону на вроде да елена премудрая приехала карета мне карета здрасте как делаем уго тюки тюки это единственный тюк это у меня потому что а я маз ты какой я тюк еще тот утюг утюг кого еще повар возит сама на машине блин еще в том вот свою столовую еще готовить сама готовится могу это не объявляю как же это привет любоплика за привет энергии не обменялись энергией я тут переезды были привет да я вот так раз и все раз и все лена и макс ребятки сейчас в ленину столовую поедем она нам специально будет готовить нам с тобой лично увезет приготовить все сделает все будет вкусно я думаю сейчас загрузимся разды и бережке то переночевала до до 1 что-то кого-то пофигам могу нет наверное туда либо вот шадовский надо ли не побывать вот там идиллия там настолько берегут старину и древность короче у нас то что сносится ломается даже речной вокзал сломали а там берут и восстанавливать для такой степени реставрируют он как новенький от представь 100 лет дом он как конфетка прям вот как будто они приходят вот еще раз и такие вот у кого это получается вот эту энергию выдержать тот за реставрацию вот это все делали она происходит у кого-то вообще не происходит у нас город уже выгодят елена премудрая очень интересно собираемся было только в омске я что говорю то нет а про то теперь я слышал перепутала города вот он сквозь ну как я могла вот здесь и врет максу я думал я один всем вру вокруг сам самое важное верить в весе бежит до до важнейшие вот коучи все нам не забыть ты нам должна монетку дать когда будешь котенка забирать не не сейчас хорошо видно что скучно возьмите ему котенка и и ты говоришь про котят и я такая думаю ну вот так вот все совпадает прям вообще правда будет веселее здание разбирается и вот другие люди взяли и поэтому сейчас реконструкция идет и тут офисы будет столовую мою пойдет очень много людей потому что офисы офиса проходила да а мы наше здание года и вот эти цветы кстати говоря это рук моих творения тоже да да еще на творение моих рук да есть еще одна мы рук моих творения насадила цветы и потом я вот сюда сообразила такую клумбу красила поддоны ребятами прибыли на мануфактуру вот какой-то куда-то вот сюда нас завезли алтайский трикотаж сейчас будем подниматься на второй этаж на машина до фещернебельные вот такие строения урбанистика такая городская уж отходят кушать кстати ходят ребятки туда тот кто здесь работает лучше пока без микрофона боем прибавляй звук если чё там не понравится тебе сейчас я полезу он лучше горбу могут быть только горы себя полезу полезу я полезу наверх но но того стоит кстати это личная столовая лены премудрой она выкупила себе пространство сделала сама там ремонт вот эти цветочки вот на все это наша елена все дело очень интересно собеседник это мой мастер по совместительству я так надеюсь что мастер приходит тогда когда тебе это на самом деле необходимо я надеюсь что этот момент пришел я проснуться не могу все время засыпаю нафиг пробудите макса уже хватит спать вообще всем пора киркоров пел всем спать летучая мысль запись а я говорю всем проснуться пора ты посмотри что вокруг происходит вообще поднимайся а мы спим все мы поднялись и пойдем фигом и въезжаем въезжаю в стройку в апартамент елена премудрой сразу же мы рюкзачок своего звука у елены еще лизачок есть сразу мало здесь рукописные тексты видим крафтовые вон там уже рукодельные вещи всякие видим ой тут прикольно как какая-то столовая это блин это я не знаю это просто отвал башки тут пора уже будет звук сделать придет директриса мануфактурной этой фабрики и даст нам интервью с тобой что это такое вот это моя работа вот такая кухня зарядился и все да каждый я вообще не думаю до этого нас в зеркало видите ребятки уже с микрофоном с хорошим звуком легкий джаз нам елена премудрая включила и выключила нету очень кайфово ну где-то вообще в столовых какой-то видел музыку понятно ты в потоке находишься когда готовишь или например говорит когда готовлю я просто молчу вы можете наблюдать будем наблюдать еще раз говорю это ее личная столовая она выкупила она вела порядок сделала ремонт и все и для нас будет готовить сам повар будет готовить для нас вот она варильня елены сырный суп с курицей а второе будет греч какой-то скорость давай мы тебе повернем ничего не хранем набор продуктов у меня самая главная помощь всем говорим не мешать не мешать да хочешь насмешить бога расскажи о своих планах да а я буду работать ждуном я жду жду когда мне готовят накормят меня вообще да мои одни словом да кто еще лент да чекенов на ящик казана на сколько литр там на мульту ага на мульту на 80 человек я буду готовить еду на мультинских озерах да 80 человек да ну помощники будут а вот и вот я везу казан у меня на 12 литров есть но я еще хочу один такой а вот да ты посмотришь скажешь я все это знаю прикинь полный казан это с бараниной рис это ну да да хочу отметить что воду я использую воду с родников либо со скважин вот эта вода с артезианской скважины с бобровки 200 метров скважина ты где такую блин вообще в столовую видел где артезианскую воду использую или шарейку да вот так вот ну понятно что я сейчас вот ставлю воду просто для бульона года могут все мои друзья кто меня знает могут поесть ко мне прийти адрес продиктовать загородная 129 загородная 129 волков всем кто заинтересуется так вот ну друзья это в барнауле а то вы приедете в москве будете искать загородную 129 ну ничего да это только так да предпочитаю вообще все алтайское если обратить внимание я и масло всегда все беру чтобы алтайское все продукты алтайские вот важно да яблоки кстати со своего этого садика тоже здесь с огородика да это белый замок это не сметана это йогурт я кстати предпочитаю да да именно вот алтайского алтайского это наша сторона заринск это же залезовский район рядом моя родина оттуда сырье то все лозунг о себе я и есть алтай прикольно да а вообще россия это же не земля это мы все ну да это как бы мало почему то не все понимают этого пупырышечка нарастились то правильно ну вот мастерицы умеют делать смотрите что да ой ой какой сегодня будем баловаться огурчиками сделаем их со смородины в листо да со смородиновым листом сделаем прямо сейчас замолосолим после курицы сейчас разберусь с курицей и что за травка это смородиновый лист я так и думала ну понюхай смотри что аааа блин с бабушкиным огородом она подвялилась чуть-чуть но очень вкусно я тебе сейчас налью как раз таки листики холодные будешь что это вот это смородина холодненькая Люба тебе тоже наливаю аааа у нас уже спаивают тут еще да смотрите что это я сейчас так за Любу чокнулась держи Любочка и давайте отметим это дело ну за встречу давайте открытие наше давайте уже она давно находится здесь это столовая но для нас это открытие поэтому для нас вот открытие столовой произошло у Лены у нас вообще планов много поэтому мы на долгую зурь вместе у нас и то и вот это и вот третье и пятое и десятое будет реклитный центр это будет иметь место быть я надеюсь сто процентов он есть он живет уже есть да ураааааааа за работу классный холодный чаек да вот у меня бабушка она поила таким чаем нет кто то владеет еще такой чай так чай морковный морковный я слышала но я не готовлю надо даже он такой темный прям может сушиться морковка разделка в улице происходит то и в алтайской в улице алтайская выросла и убьена была в алтайской алтайский броллер больше двух килограммов да смотрите какая грудка в общем я сейчас что грудка будет пойдет вот в гречку гречка будет звучит вкусно грудки куриные да с овощами с овощами с овощами а курочку саму вот сейчас я мясо которое возможно вырезаю а все остальное пойдет в бульон и вот на этом бульоне будет сырный суп и Макса заставить по утрам есть опять это специально ну как по утрам у нас к 11 часам у меня готов будет обед к 11 ну тогда уже не утро практически ну знаешь будет раньше супчик сам по себе поэтому можно и хочешь раньше еще не завтракал ну сейчас не завтракал такая же вот история а да это мы сейчас позавтракали с тобой и с любой попив чайку то ну вот этот по мне завтракал холодного да сегодня на сколько человек готовится сегодня готовится ну 25 человек сегодня это все кто работает на заводе да это они не все это часть просто коллектива приходит сюда есть да Это трикотажная фабрика. Алтайская мануфактура, трикотажная фабрика. Да, кстати, шьют прекрасно. Мало того, еще ткут, трикотаж делают. Да, вот сегодня придет Надежда Владимировна, если нам повезет, если она сегодня будет, это директор, да, она сделает экскурсию. Но с другой стороны, мы же не последний раз. А, ну да. Мы можем хоть когда. Понимаешь, сорганизовываться и приезжать. Да, вот это вот сейчас сюда вот идет вариться у меня. Кастрюлька немаленькая. Вариться-твориться, да. С СССР работала кастрюлька. Пусть варится. Да, что, все подряд. Мы все подряд снимать не будем, потому что снимать много, всякого важного, много всяких предстоит. Поэтому с того готовку мы частично будем снимать. Вот сейчас готовится курица с гречей будет, сырный суп будет, карпот. Ну еще и десерт будет. Ты хочешь что-то записать, а у меня уже. Не, я хоть это, какие-то моменты, вот чистим морковь уже. Да и прошу. Из потока вышла Елена Премудрая. Всю курица уже пошла резаться. Да, пошла резаться. Лена Рой. Рой не ной. Рой не ной. Дом Рой, ребятки. Это зарегистрированный бренд. Там курица уже, там джаз в ушах. Тут все. Много снимать, ребятки, не будем, потому что у нас еще будет экскурсия и будет интервью директора. Поэтому будем частями снимать, помаленьку. Понимаете, когда включается камера, Елена из потока выходит и у нее мудрости прекращаются излагаться почему-то. Мы еще не раз, не два, не из стов встретимся, так что еще много всего интересного впереди ждем. Дали Максу настоящую ступку с пестиком, чтобы я терся. Уже этот сегодня волшебница, уже ребятам рассказала. В общем, твои огурцы. Вот это мне знакомо. Уже посетители начинают подходить, по-моему. Спасибо, Людочка, большое. Вот, выяснилось, кто принес огурчики. А, вот, разоблачили, кто подкинул огурцы. Елена Премудра делает малосольные огурцы. Кто, блин, в каких столовых, вообще джаз бывает, ручную работу, и все алтайское, и вода с артизянской скважины. Это уму нерастяжимо. И еще, Елена, тут открыла тайну, может быть, будет единый центр, где будут люди заниматься творчеством, жить. Понимаете, я во всей красе, не боятся проявляться. Да. Есть какие-то таланты. Все открывать в себе, что есть. Да, у меня, друзья, есть деревня, которая просто ждет жителей своих, самых прекрасных. Будет интересно, вы знаете, где меня найти и спросить. Вот так вот. По-моему, хорошо, нет? Нет, еще есть крупные. Еще есть? Да. Мало. Я чувствую, братцы, будет настолько вкусно, насколько это возможно, воспринять нашими органами чувств. И не только питью. Работа у тебя идет. Ну, у меня знакомо это занятие еще. Сейчас будет перец, наполненный такой энергетикой, что хапанул и полетел куда-то. Да. Я останусь. Да. А я всегда беру яички. Мне приятно. Я люблю еить яйца. Потому что плохого, яичко. Да. Елена Премудрая сейчас будет нас учить, как готовить морковно-яблочные что? Морковно-яблочные бисквитики. Бисквитики. Штрудили почти. Сейчас вот, смотрите, я уже потрогал морковку и яблоко. Вот, мне хочется сделать следующее. Отдельное я забью яички. Яички, не яйца. Да, то, что вот уже Макс проговорил. Это был соль? Да, с солью. Для угудеть не используется сахар вообще. Он нам не нужен, по сути. Он нам не нужен, по сути. Он все за натуральное. Так вот. Сейчас это я все вместе смешаю, болтаю. И, наверное, можно у меня такая есть, это сделать. Сегодня на гречневой муке все-таки. Ну, так вот и борется. Мне что говорится. Вот, на гречневой муке. Ну, Люба, можно сейчас, наверное, остановить видео, а потом дальше уже на выходе я покажу просто, какое тесточко будет, и все. Что бы у нас. Как думаешь, хобот едят слонячий? Всегда их все за ломызри. А вообще слонов разведят. Это же члены семьи. А корова не член семьи, что ли? А ложи. У них, ну, там вот, где они, слоны, живут, мне кажется, это. Вот, вот так вот. И я еще тут вот стараюсь в самой миске тоже хорошо-хорошо это взболтать. Чтобы прям в пенку, видите, уже пенка начинает образовываться. Что-то воздушное стало. Да, чтобы вот вся масса потом хорошо поднималась. Это вот самое главное – взбивать. Тоже люблю это делать все руками. Не соды, ничего нету. Соду я добавлю сейчас в конце. Сейчас нужно маленько мучки сначала добавлять. Соду сразу не вводите никогда. Огурчики малосольные, да. Так. Или вот эту мы, наверное, взбиваем. Марк тоже принял часть и пестиком, и тычинкой тут поработал. И пестиком, и тычинкой. Мучка. Сода гасится или не надо? Сейчас гасится, сейчас, да. Сейчас я лимончик буду гасить. Лимончик? Лимончиком буду гасить, да. Я либо гашу обычно яблочным уксусом, либо лимончиком. И сегодня у меня лимончик есть. Если нет, можно я бы с ним не хрустил. Да, да, только сегодня есть только лимон у меня. Кстати, я… Лимон я вижу, у меня сразу слюм тихо. Так, а я тебе сейчас дам, наверное, потому что у меня тоже такая же история с лимоном. Это очень хорошо, наверное. Так, прекращай. У тебя нормальная кислотность? У меня нормальная кислотность. Это очень хорошая кислотность, посидите. Я хрустил. Что собираюсь делать? Вообще, я не знаю. Какие бороться? Я столько уже услышала чего-то, того, чего вообще нету. Да, что вы такое собираетесь? Вот так вот, вот так вот. Она уже там гасится. Но я заметила, да, сначала чуть-чуть муки добавила. Вот, потом все вот это вот с погашенной содой опять надо хорошо-хорошо вынесли. И потом снова… Какие-то у меня там безыски. Это же просто уму непостижимо. И выпекать это будем в духовке. Тоже важно. Без лишних жиров. Тут все какие-то канцерогенов. Мы с тобой скоро в аэрогриде будем готовить вообще шот. Вот, запах уже… Запах и держите из севера. Вот, еще даже не спекли, а уже запах приятный. Это приятно. Это релакс, релакс. Столовок, потому что джаз, все дела. И вот такой мастер на все руки и ноги. Не только на руки, еще и на ноги мастер. Без ложной скромности никогда столько в моменте комплиментов не получала. Это вот… Да какие комплименты, если отказаться фактом, блин. Хорошо. Что это? Ой, мы же видим, а очи еще. На это спасибо. Обрезалось слово. Все вот так. Спасибо г. Г. Спасибо гдан. Прилетел комплимент в ответную сторону. Сразу в ответочку-то прилетело. Смотри, что творится. Так что не бойтесь говорить друг другу приятные слова. Они обязательно будут возвращаться в строение. Делай добро и бросай его в воду, и оно обязательно вернется. Да. Не бояться проявляться. Вот Юра Кулаков, брат, который приезжал ко мне, недавно мне тут сообщение прислал. Я ему говорю, а мы вот тут на кухне, столовая божественная, и для нас готовит сам повар. И эта столовая – это ее детище, это ее личная столовая. Вот мы тут и находимся. Что раньше было в этом помещении? Ну, тоже когда-то была столовая, а потом не пользовались, потому что здесь протекала крыша, и оно было просто непригодно. Ну, не сама, не сама, как я сама. Не, ну, ты не молочай, я мой. Все мы здесь делали вместе. Это был запрос от директора фабрики. И, в общем-то, да. Много что поделано вместе. Глобальное огромное видео получится. Я не знаю, там хватит места зарядки или нет у нас. Выключаем. Да, да, выключаем, потому что мы еще кушать будем, и дирекарь, чтобы это хватило. Так они еще не доделали. Без коветики, так. Ну, ты выключай, включай потом. Опа, да, да, перед этими. Можно выключать кусочками, потом покажем, что я уже их выложила. Вот такие у нас штуки прекрасные получаются. Запекаться будут на бумаге. Духовки. В духовке. Душ, без всякого масла и прочих штуков. Ну, и сами еще без сахара. Смотрите, без сахара. Мука цельнозерновая. Сейчас вот пшеничную я использовала, цельнозерновую муку. Тоже ей такое, наделили ее свойствами, полезности. Дело в том, что самый высший сорт, это самый вредный и отвратительный сорт. Ну, а там нету, там все от челушения. Помним, что мы говорим, кто так и есть, да. Вот для круассана, для французского. Мне нравится черная мука, чем темнее, как и шоколад. Чем горче, тем правильнее. А мне нравится все вкусно. И еще нравится, когда нравится всем. Когда все нравится. Хорошо тогда, когда всем все хорошо, да? Да, именно так. Вот так вот. Красота. Красота. Для пота. Для пота. Не покинешь-ка, я бы сказал, что будет. Так. Устремляем ее в шейтан-машину. Прям устремляем, да. Ну, чтобы уж по-честному. Затворили и ждем. И ждем. Гренки, вот которые пекутся в ящичке волшебном, я натираю чесночком. Прямо сразу. Горяченький, чесноком запах, конечно, идет. Он и просто. Бомба-пушка. Жареный хлеб очень вкусно пахает. Пушка-бомба-самолет. Пушка-бомба-самолет. Мы летим с тобой в полет. Мы летим с тобой в полет. А еще я очень люблю хрустеть одновременно сухарем и огурцом. Я думаю, многие, да, такое сочетание уважают. Я Максим. У меня маму Надежда звала, кстати. Вау, у тебя еще и маму Надежда звала. Прекрасно как. А Елена мне рассказывала про нас, что у меня будет горький. Да, мы сегодня волшебничаем тут на кухне. А я не могу почему-то говорила, наверное. Нет. Про гостей, про тебя-то что? У меня будет очень интересный гость. И вас познакомили, будет возможность. Да, вот. Я же тебе говорила, если нам повезет, то Надя сегодня присоединиться будет. Вот она и здесь есть. Так, ну, как у вас дела? А мы, у нас хорошо дела. Мы сейчас, когда всех покормим сегодня, можно мы к тебе в гости зайдем? Если ты будешь еще, да? Да, если я буду у себя, ты будешь. Ну, просто Максу было бы очень интересно, вот если, ты же мне показывала, помнишь? Ну, просто вот он бы с тобой, да. Вообще не проблема. Можно даже до его забрать. Если вдруг у тебя сейчас будет такая возможность. Сейчас у меня встреча. Хорошо, все, все, на связи. Вот уже готовые кнедлики. Как они находятся? Это бисквитики. Бисквитики. Пахнут. Это морковка снялась. Да, пахнет офигеть просто. И красным кружевником. Ой, кружевник вообще, блин. Да, и они еще так пропитаются вкусно. Что она творит вообще? Да, когда будет подальше, то еще буду чуть-чуть добавлять посвежее, чтобы было это в каждом индивидуале. Лена сейчас стояла-стояла, запела, я свободен. Я говорю, прикинь, недавно, несколько дней назад на концерте были у Кипелова. Валерий Кипелов приют. А почему я запела? Потому что вот возле тебя это есть. Мы очень с тобой свободно общаемся здесь на кухне. И в тебе есть вот это вот все. И ну просто вот нажмите кнопку квантовая физика. И много чего. Теория струн, квантовая физика, квантовая запутанность, что вообще выворот мозгов. Вообще, друзья, не слушайте нас. Просто берите какой-нибудь рецепт очень вкусный, делайте дома вкусно, приглашайте друзей своих и пейте, вкушайте. Ты видел, какая красотища тут? А давай еще добавим. Оооо. Еще не доделано. Да, я то хотел сказать отобилие. Отобилие. Это вообще прям капец. Это ей полезно. Да, еще и СОЖ. Кушайте. Восхищайтесь. Лепота. Лепотища, как я уже говорил, выше. Люба успевает. Творческая студия. Фуд сказок. Вот так? Вот как-то так, но никак иначе. Все готово. Скоро Елена Премудрая будет кормить. Уже народ пришел. Мануфактурный. Ну потому что мы задержали, это мы негодяи такие. Чуть не кормленный народ оставили. Вы хорошие, это тоже для общения вам. Я могу, вернее, Максим помогу сегодня. Как это приготовлено, я мало в каких ресторанах видел, чтобы с такой любовью и так готовили вообще. Гринки с чесноком. Ну это, ну это просто консенсация фактов. Я уже несколько лет там не был. Я его как заботились. Я захожу, у меня все работает. Я нечаянно нажала, там, значок. Прикольно. Где моя большая ложка? Так, Елена Премудрая, она и повар, и официант, и все. Пять в одном. Пять в одном? Да. Куда вмещается в такую хрупкую? Всем приятного аппетита. Спасибо. Здесь все-таки... Там, наверное, не просто приятный аппетит, там не то, что язык проглотишь, там и... Так, а мы тебе сейчас тоже уже начнем подавать, потому что... Так я намекаю, намекаю, сижу... Да, сейчас, без запеков, то все будет. Все сделаем. Классно в столовой. Тем более в такой. Мы же с тобой, Макс, в SafeFront, правда, мы лучше в игре не играем. Мы прям... Такого нет, значит, так вот оно дано. Мы прям за любой кипиш какой-нибудь такой, неординарный. Обзорчик. Ну, хорошо, обзорщик. Давайте сам тогда скажем, чтобы я... Да просто видосы пилю с жиротовой. Да, он очень интересный показывает видео у него на ютубе есть. Канал называется у Макса. Вот, можете... Полное имя Макса Раздолбаевич. Да, у нас сегодня такой человек посетил. Конечно, они... Ищем, где вкусно кормят, вот нашли идеальное место, наверное. Я уже рассказала Максиму, что у меня первые приходят четыре, Татьяна. И одна Лена. Я Лене говорю, ты вставай там в кучку и загадывай желание каждый день. Там, оператор, это Люба. Любовь Геннадьевна, в простонародье ЛГ, чтобы коротко и лаконично. Обязательно, обязательно. Все будут. Девчонки, ты не знаешь, ты делаешь на них канала у Макса? Чуть косяк не снесла. Скорость и движение, да? Поставляй, все-таки косяки. Я там куда-нибудь уже все снесли. Ленка сверхскоростная. У меня есть, знаешь, один портрет, можно сказать. Меня девушка, она изобразила с шести руками. Шива? Художница одна наша. Ну да, у Шивы тоже, по-моему, шесть рук. Она как-то увидела это. Вот, это вот, да, оно. Ну, это твой духовный образ, наверное. Не, ну а ты созидатель. Ты хочешь созидатель? Ну, наверное, лично тогда. Нет, просто ты очень много успеваешь, это не всем дано. Ну, готовить, я не знаю. Тут приготовить самому-то целый день уходит, Бен. С женой. Ты знаешь, мы в прошлый раз тоже, что шашлыка очень быстрее. А, ну да, молниеносно, да? Молниеносно было. А вкусно было, кстати? Ну, хорошо, у нас еще с собой идейка была, мы ее доготовили. Тут девчонки друг другу тебе помогают. Как круто. Лена не одна. Взаимокомочка. Да, коллаборация. Что-то упала, денежка упала. Деньги валятся, жизнь наладится. Уже. Рой ресторан. Давай мы с тобой ресторан откроем, е-мое. Давай. Ну, уже его. Вообще, не хочу ресторан, хочу шаурмичку. С шаурмой. Молодцы какие, шампур. У них один вид шаурмы, но она божественная. Одна, но охранительная. Я тут так видела название, мимо проезжала. Ой, она божественная. Заезжай, наверное. Шикарная. Мы с тобой давай поехали. Давай, поехали. Мы там уже были раза пять, наверное. Самая божественная шаурма в шампуре находится. Там мясо на тандыре шашлычное. Ой, там прям капец. А вот эта тетя в этом вот, в костюме, это из чего сделано? Это отдельно такая, в костюме она, потому что это... Папи-машен? Это же, нет, это все... Опа-ши. Да? Да. Это же баба на чайнике. А-а-а. А-а-а. Под юбкой? Да, само это, это валяние, валяние, капрон, сеньхон. Нифига себе. Я даже такую технику не знаю, это технологию. Но это шикарно, это прям, сколько там энергии в ней. Ты посмотри еще назад, там где-то, бабайгаре тоже ее... Ух, ни хрена себе. Это вообще шикарно. Знаешь, чем еще знаменит эти... Натуральные. Они не все двигаются, они все можно крутить в верфейках, в любую форму. Ничего себе. Понимаешь, все, все двигается, как вот в человеческом... Ну, такую на... В фикс-прайсе такую не найдешь. Да, я тебе буду сесть. Да. Ну, я вам пирал, ты пипа, а ну, там, 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 там. Ну, вот они, как бы, дом в их нашли. Круто. Жители новые. Готовка. Это прям вот как дома готовила. Мы можем на покупку от дома. Мы все можем. Да. Да. Десять тысяч один теперь. Сейчас кормить нас будет, Елена, повар от Бога. Ну, тут, ну, тут только смотреть ходить целый день, Елена, вот эти все вот. Вот девушка сидит, которая создала вот этих всех кукол. Вон там ты показывала, да? Баба-ежик и прочих. Я не знаю, я даже, не то, что слепить, сделать, я даже нарисовать такое не могу. Ой, ну, там баба-ежка, но это вообще шедевр. Салтая все? Да, все салтая. Офигеть. Нам подают уже. Да, маму же подадил. О, офигеть. Почему-то и с детства супом пахнет. Я не знаю, сырный суп. Сырный суп, да, но пахнет детством почему-то. Так, вот на. Спасибо. Пока это кушите, дальше больше. Елена, Рой. Что, пробовать начинаем? Ну, да. Так, а... Лена, а последовательность, суп с черным хлебом пробуется или с гренками? А, ну, ты как хочешь попробуй. Ну, вообще греночки хорошо, они же... Ну, с гренкой, значит. Всем, кто кушает полезное птито, пробуем, давай сначала в натуре попробуем. Ммм, очень сливочный, теперь с гренкой. Ну, так это супы, много мяса. Почему-то вкус детства супы мерит. Ммм, бабушка. Да, папина мама готовила такой. Вот, то есть сейчас только вспомнил. А я вот давно в Бородинске не ела, захотела в Бородинске. Бородинский божественный хлеб. У меня вообще мечта мечту, когда у меня появится здесь печь, вот там, печь. Вот, я дверь там не видел даже. Я могу печь хлеб. Там дверь есть. Хочу оборудовать. Я хочу оборудовать. Но я ее хочу почему-то, вот у меня такой, знаешь, идет что? Что она должна быть из кирпича, прям настоящая. Ну, она правильная будет. И на поде там хлебушек, и гречневый, и пшеник, без разницы что. И будет экономить Макса хлебом, короче, а потом я стану большой. Ну, почему? Хлеб же может быть такой, который небольшой. Видал что? Да. Так, и с Бородинским пробуем. Пахнет Бородинским просто божественно. Я еще не распробовала. Любовь Геннадина еще не распробовала, мне очень вкусно. Греновские чесночные. Суп. На курице бульон. Не на курице бульон, а тут с курицей вместе он. Не то, что вкус, как обычно в столовках, вкус курицы, а курицы не найдешь. Вот она, курица. Могу сказать, что это очень по-домашнему как-то. Я поэтому первое ощущение было, что вот как из детства, что это бабушка готовила такой суп. Похожий, ну, вкус и аромат. Но она готовила без сыра. Вот вкус вот почему-то как-то так. Сметанка могла это делать. Да? Создавать, да. Я не помню. Любовь Геннадина пробует. Она уже нас подоткусывала. Так, а перчика не хватает чуть ли не? Да, я вот хотела сказать, перчика у нас нет. Такого, вот же ступка. Пожалуйста, давай. О, есть же, нами, меня тоже на сыпанье. Такое же сделано, Макс. Там мною сделано, да. Много? Нормально. Макс принимал участие в создании. В создании это громко сказано, конечно. Да, такой молочный. Да. Он вкусный. А, еще детский садик напоминает, по-моему, блин. И гренки здоровские. Гренки чесночные, поджаренные греночки. Бородинский сладенький. Алена там все бегает. Вот, там, кстати, посуду моет уже. А вот там рисунки, это дети работающие, вот здесь персонал рисовали. Как девочка зовут? Не помнишь? Кого зовут? Кто рисовал? Таня. Таня рисовала, вот этого. Это же дочка директора фабрики. Дочка директора фабрики? А-а-а. Вот такие дела. Любовь, дай, дай тоже, да? Нет. Нет еще. Нам вкус супа прям очень знакомый с детства. Почему-то так получилось. Вкусно и бабушкин, и полезно. Мне напомнило и бабушкин суп, и детский садик почему-то. Может быть, там часто давали рисовое что-то, не знаю. Тут не только вкус курицы, но сама курица имеет место быть. А с перцем-то вообще-то ва башки, блин. Успеть подачу, как ставят в тарелку, вот это вкусно смотрится всегда. Это те самые огурчики малосольные. Здравствуйте. 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 Давай огурчик пробовать. Малосольный. Прям малосольный. А каша, между прочим, это походная. Она варится по походному рецепту. Походная каша. Да, она различается. Потому что гуляш отдельно, а больше к речкам подается. Здесь я поделаю ее вместе с мясом. И это как-то будет ваша. А у меня... А, Лечка, а дайте штуку. У меня, Лена, киргизы ложку украли. Ложку украли. Вот злодиона. Я думала, вдруг вилка нужна. А, ну не, она рассыпчатая. Давайте ложки, да. Лучше ложка, наверное. Так, ну кашу с таким, наверное, хлебом. С мягким. Вот такая греча. Ты еще лет, кстати, гречу не ел почему-то. Она вот такая рассыпчатая. Лена, это прям плов, а не гречка. Рассыпчатая прям такая. Да, ты ему, конечно, скажешь. Я гречу, наверное, не буду есть, но... Она необычная, она вкусная, блин. Хотя я находился там, но я проворонил, как ты ее готовила, блин. Я тебе отдельно расскажу. Это же надо, блин. Ну, видишь, как. Мы разбираемся на национальных темах от кухни. Поэтому только вас... Макс раздолбаевич, е-мое. Да, я все равно готовила. Взять, что я вам там не могу дать попробовать это все, даже понюхать. Вот такая гречка, которая вот так рассыпается. Это офигеть. Ну, я вот такую гречку еще не пробовал. Не могу объяснить. Нет, такую нет, конечно, не пробовал такую. Упругая какая-то. Да, как будто альденте. Да, как будто альденте. Первый раз сносил. Первый раз такую пробую. Я не ровлю, так оно и есть. Ну, загадывай желание. Загадал. Да, лучше. Аминь. Аминь. Что? Попробую. Макс наставлю. О, а компот? Я забыл про компот. Компот. Я вообще с компота начну пробовать. Почти без сахара. Да, хорошо, что он сладкий. Вот так мне надо. Малосольные огурцы. А мне казалось издалека, что это смородина. Да, это красный, это же укропа. Вот пока Елена Премудрая готовила, успели огурцы стать малосольными. За то время, пока мы беседовали. Ну, что, два с половиной часа у нас было. Ммм. В общем, что я могу сказать. Если мы с Еленой начнем тесно, часто встречаться, то я стану больше размерами, по ходу дела. А мне кажется, некуда, потому что, где придется больше двигаться. Да? На самом деле. Конечно. Ну, поднять сюда. На второй, третий, пятый этаж. Сюда-то запрыгнуть, это да, надо маленько. Мы в следующий раз думаем, как это будет, если про следующий раз. А если про вообще говорить, это же поездки, переезда и так далее. Ну да. Ну вот. Мяска мягенькая. Я тоже уже пробую. Не, мне поразила структура. И она как аль денте. Вот это точно полезная каша осталась. Салфет и все есть. Как положено. О, знаете, что можно было еще сделать-то? Опять же. Маленько перчика. Без фанатизма, конечно, опять же. У нас сегодня человек, которого канал есть на YouTube, у Маса. Маленький. Он готовит еду. Готовит, готовит. Да он больше, там лапшу есть китайскую, как он готовит. Смотрит, я ему как-нибудь дегусацию делаю. Чем у нас, да, чем у нас. Я пришел на божественную кухню, которая вообще столовой называть. Язык не поворачивается. Вообще поет не дифирамба, а я просто не сято еду. Какие дифирамбы, если я вижу, что человек как дома просто готовит для большой семьи. Люди идут и идут. Идут и идут. Мы сейчас забыли, что вот это будет. То, что мы с вами вместе готовили. Да. Сегодня, кстати, вот вам перчик. Максим сегодня его идеально смогло. Надо, видишь, какая отдача. Похвалил человека, он начинает тебя везде хвалить. Вот свежий смол-то реально, он вообще другой перец, чем вот даже от метра у нас вот этот перец. И сегодня чуть-чуть любой батарея произошел. Насрал. Насрал. Брали. Как люблю компот почти без сахара. Прям на грани. А это уже десерт, да, у нас? Да, но вот это у нас уже десерт. О, это. Ммм. Нифига себе. Мы все вместе делали. Вам мы все сегодня делали вместе. Ребята приехали, со мной запросили. Да у нас чисто морально поддерживать оказывалось так. А мы все сегодня все снимали. Максим, языком только мог помочь. Очень обыкновенная штука. Кушаем на трикотажной фабрике, ребятки. Кто еще до сих пор не понял. А где мы до этого вагу ели, да? Ой, да где мы только не ели. Ну, не говори. Но еще не все обнестили. Еще не все обделили. Да, у вас трикотажа. Ты думаешь, какая идея даже. Да? Ну ладно. Хорошо. Ну, оно так упадет у тебя уже. Макс, вы просто сдвиньтесь сюда. Вы оставайтесь здесь сидеть. А девочки не будем мешать тут. Не будете вы мешать. Они вдвоем сейчас, девчонки сядут за это. Вот сидели. Девчонка уже в 13 лет работает. Да, надо не желать. Мы уже уходим. Сейчас нельзя. Вообще никто ничего не перешел. Ангелина, да? Нет, а ну он тот. А я Макс. Взаимно. 13 лет, а ребенок работает на заводе. Ё-моё. Сидишь там, блин. Ну, это завод все равно. Это производство. Это не просто так, блин. Не War Thunder играет сидит, блин, а работай за ребенок. У меня, ой, Лариса Петровна, у меня все спрашивают, как, где школьную одежду. Ну, народ идет кушать и идет. И как-то партиями подтягивается. Видишь, не кучей сразу, а помаленьку. Картина красивая. Ты снимал картину? Да. Очень атмосферная зима. Девочки, ну идите. А, мужики есть, мало просто. Да, сейчас возьму. Небольшом количестве есть. Раз-два. Расчет окончен. Вообще. Девчонки последние кушать пришли. Это последняя партия девчонок. Последние кушать пришли. Да? Купил проживу. Да. В том-то и дело, что это еще и экономически выгодно для всех. Я включила. Лена нам презентует конфеты. Я хочу вам рассказать про конфетки. В общем, это конфеты, деланные руками. Из чего? Семенаж тирийской тыквы, бельгийский шоколад и вот это вот обсыпано семенами конопли. Ура! Конопля звучит весело. Он смешан с алтайским медом. Это правда. О, прикольно. Ты уже пробовал. Не, мы потом еще обзор прям полноценный сделаем. Ну вот, пожалуйста. Делают мастера. Крафтовая тема. Да, мастера домрой делают. Домрой делает. Вообще запомни эту фразу домрой. Вот здесь написано. Домрой здесь написано. Скоро. Знаете, как на лбу написано. Да, на лбу написано. Когда на лбу написано. Потому что ждут нас великие дела, ребятки. Да. Ой, давай сейчас одну пополам. Конечно, конечно. Ну давайте это. Ну ладно, всем такой шпажин. Это бельгийский шоколад. Да. Конопляная. Штирийская. Штирийская. Семена штирийская. 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 Хочу просто сделать, чтобы красиво было. Какие мягкие. Зелененькие. Да, зелененькие. Тут, наверное, все-таки шоколада бельгийского нет. Я преувеличила. У нас другие конфеты с бельгийским шоколадом. Очень мягкое что-то. Подсыпка в конопле. Вот это семена тыквы есть. Да. Вот они мягкие такие, да. Они смешанные с алтайским метком. Офигеть. Вот эта мягкость вся, она их дает. Очень вкусная. Питательный, сытный конфет. Так тут не просто мягкий. Здесь паток. Вот так это выглядит. Нет, она не будет патокой, потому что это семена. Ручная работа. Это же жмых тыквы, тыквенный. Поэтому он дает вот эту вот патокость. 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 Звучит кринжово. Патокость. 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 Патокость, офигеть. Вот такие подарки вот так накормила. Вообще обед стоит в районе всего 100 рублей. 100 рублей. Комплексный обед. Это у нас супчик всегда есть. Есть второе. Есть салатик, либо это овощи. Есть десерт. Ну и компот. И ребятки, я сразу скажу, вдруг не хватит зарядки или что-то. Трикотажная фабрика. Трикотажная фабрика в Барнауле нуждается в рабочих. Загородная. 129. 129. Можно просто прийти покушать, а если нужна работа, здесь есть рабочие места. И всегда ждут здесь. Возможно, еще директриса нам проведет ликбин. В общем, органзатор, директор всего этого дела. Надя Надежда. Можно, Надя. Можно просто, Надя. Я Макс. Ну вот, там же, где кушали, в этой благостной атмосфере. Надя хочет некоторые нюансы подчеркнуть, что есть места рабочие для людей в этой организации. Кто нужен? Ну, вообще, на нашу фабрику «Алтайский трикотаж» требуется швей, в первую очередь. Потому что у нас очень много заказов, у нас репутация, у нас история. То есть наша фабрика ведет свою историю с 1927 года. То есть у нас уже скоро будет 100 лет. 100 лет. То есть у нас такие традиции, вместе с тем оборудованы, замечательные технологии, люди, команда. И нам требуется, конечно, из-за нашего расширения, нам требуются еще люди. В первую очередь это швей. То есть у нас обучение внутри налажено, отлажено. Есть технологи, есть управляющие производства, которые смогут максимально комфортно ввести новых сотрудников в коллектив. Мы вас приглашаем, обещаем вам комфортные условия, достойную заработную плату. Атмосферу вы нашу видите, слышите. Я убеждена, что за нашей фабрикой большое будущее. И если вы нам, Максимович, поможете, если с людьми было бы замечать. Будет здорово, ребятки, если вы придете и решите трудиться в этой благотворенной атмосфере. На самом деле здесь не просто какое-то окружение или кучка людей. Это целая семья. Вы видели, как все происходит. Люди не покушать, переходят, а реально отдохнуть, пообщаться и провести время друг с другом. Ну, в этой линии семья. Сто лет здание. Вот с этой стороны можно видеть на витрозах, допустим, современную эстетику. А там вот витрозы сто летней давности. И никто ничего не разрушил. Да, мы планируем только поддерживать. Хотелось бы, конечно, сохранить. Первое, приумножать. И все-таки мы здесь для красоты, мы для людей, мы здесь для того, чтобы Алтайский край, жители России, одевать в качественные, достойные изделия, комфортные. Это наша миссия. Она, кстати, за сто лет, она совсем не поменялась. Но мы развиваемся. Не в синтетику и пластмасса, а не экспресса, а своими качественными тканями. Конечно, конечно. Так что давайте все сюда, в общем, все на производство. Все на производство. Да, как еще адрес? Загородная 129, фабрика Алтайский трикотаж. Загородная 129, Алтайский трикотаж. А Лена Рой до сих пор там суетится, бегает. Она заведенная просто. Ей, я не собираю. Под банкой. Понимаете, банк у меня под бабой. Вот она для этого сегодня. Теперь я знаю, где у тебя сейф. Под юбкой у бабы находятся деньги, блин. Да, да. Ну, спасибо, ребят, большое, что приехали. Да, вам спасибо. Очень приятно, что, оказывается, пользуются... Едино, на самом деле, соединяет все страны, города и людей, блин. Да, да. Все сообщества. Но я надеюсь, что у нас с Леной большие пути предстоят в будущем. Конечно, казан будет, где сейчас придет уже. Казан, да, топку купил, аэрогрин. Вот Лена будет приходить. Друзья, знаете, такой подытожий момент. Мы встретимся в нашем эко-парке. У нас там Саша сейчас такую стройку завертел. И это будет наилучая встреча. Мы как раз так с тобой там презентуем и казан, и поготовим. Возможно, встреча с подписчиками будет всегда. Да, и организуем там. Понятно, что зимой мы встречу можем с подписчиками. Здесь организовывать. Я тебе уже сказала, что это не вопрос. Вот. Но на природе, пока есть время, у нас еще погода стоит. И лозунг у нас будет накормим всех, да? Накормим всех очень вкусной информацией. Не только едой. Кому еда, кому-то хлеб изделишь в общем-то. Ой, на самом деле накормим просто вкусной едой. И это правда наша суббота. В общем, ждите. Возможно, что вы просили, встреча с подписчиками будет. Но в первую очередь у нас сегодня тема трикотажной паблики. Это важнейшее у нас. Руки, ноги, знания. И сердце. Да, сердце, ваша помощь нужна здесь. Давайте вместе хранить и созидать Алтайский праздник. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо от Лине, в первую очередь, что она всех в кучу собрала. Спасибо. Творить уже не первый раз вот что-то. Покожее. Покожее. Я вот прям смотрю на твою вышивку. Вот не вышивку, а наклейку вот этой думаю. Вот как красиво вышить, да? Трикотажная паблика вышила. Что-то это включать? Я говорю, нет, как красиво вышить бы. Вот, вот, слышите меня. Вышить? Да, у мамы. А, если в таком мерчке? Да, да. Ну, на самом деле, это мерч от подписчика был. Понятно, он так тебя увидел. Трикотажной фабрики идёт. Теперь, ребятки. У нас, смотри, чьи сопровождающие есть. Пожалуйста. В2ПА. Наверное, актер тоже надо открыть. Выход или вход. Для нас это вход, для входа выход. Каждому своё, короче говоря. Да. Ну, вот тут вы можете остановиться. Всё, стой, стой. Вот такой цех, ребятки. И сюда нужны... Ну, там у девочки работают в основном. Сюда нам нужны люди. Да, работаешь. Пусти так быстро. Огромный цех просто. Да. Цех огромный, ребята. И надо, чтобы здесь люди были. Желательно те, которые любят Алтайский край. Идейные. Чтоб созидали. Очень чисто всё. Классно. Прохладно, между прочим. И школьную форму вы не забыли сказать. Да, забыли сказать, что сейчас у нас школьная форма здесь производится. Вот кому актуально... Можно прийти заказать до детей. Можно заказать. Идти заказать форму. Да, сейчас прям приходите и заказывайте школьную форму. Загородно, 129, город Барнаук. Можно школьную форму заказать? Да. Шикарную. Шикарную. Очень. Охрененного пошива. Ты ещё покажешь потом, мы дадим каталог. Будет ещё каталог, ребятки. Здесь шьётся и школьная одежда в том числе. И ещё говорят вышиваю. И вышивают, да. Вот на мне вот вышивка сделана. Вот Ройн. Дом Ройн. Да, Дом Ройн. Это уже здесь-то делает. Кстати, фартук мне тоже здесь шили. Вот такого делал. Я заказала здесь одежду, да. Вот так вот. Шикарную. Я красиво вывожу, потому что это сделала. Трикотажная фабрика. Да. Трикотажная фабрика, находящаяся по адресу... Ещё раз. Город Барнаук, загородная, 129. Да. Мы вас ждём. Обязательно. Спасибо за просмотр, дорогой друг. Ставь лайк. Ценивай видео. Подписывайся на канал. До новых встреч.